привет 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 дорогие друзья задача 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 из о.г. и казалось бы из первой части да в первой части о.г. бывают такие задачи и может быть это будет интересно и остальным зрителям кто и не готовится кога дан параллелограмм две стороны 12 и 5 и известен тангенс угла между ними корень из 2 на 4 вот этот тангенс надо найти площадь параллелограмма думаем решаем соображаем так мы начинаем с вопроса площадь параллелограмма равна она даже в справочных материалах есть это основание на высоту еще кто-то может вспомнить что площадь параллелограмма равна произведению двух сторон на синус угла между ними в нашей задачи есть две стороны синуса нет между ними есть только тангенс раз второе есть сторона есть сторона нет высоты ну высоту понятно можно провести попытаться ее как-то найти и вот мы пришли с ребятами к выводу что эту задачу можно решить если хорошо владеешь следующим если ты умеешь с помощью тангенса и гипотенузы находить все остальные элементы прямоугольного треугольника можно ли зная тангенс и зная гипотенузу найти катет катет и не только тангенс но и синус косинус этого угла но судя по всему можно давайте попробуем это сделать а мы сейчас проведем историческую реконструкцию за еще за несколько столетий до рождества христова люди заметили такую следующую штуку оказывается что если в прямоугольном треугольнике поделить вот этот катет на этот то получится какое-то число вот этот катет а поделить на б катет a поделить на b получится какое-то число если провести еще один катет создать еще один прямоугольный треугольник и И взять вот этот катет, А1, и разделить его на катет, Б1, и, о боги, мы измерили, измерили, разделили, разделили, и получилось то же самое число. Взяли еще один треугольник, и та же картина, оказывается, отношение двух катетов, вот в множестве этих треугольников одно и то же число, число одно и то же, катеты меняются, катеты меняются, а число не меняется. Значит, что-то осталось неизменным. Посмотрите, что на этом рисунке неизменно. Угол, величина вот этого угла осталась неизменной. Значит, это число, отношение катетов зависит от величины угла. Ну и назвали его тангенсом. Можете набрать историческую справочку, там очень интересная история возникновения слова синус, там ошибка в переводе и так далее. Но неважно, наша цель другая сейчас с вами. Увидеть во множестве этих треугольников то, что они подобны. Каждый из них подобен друг другу, потому что у них этот угол общий острый, этот прямой. Все, по двум углам они подобны, третьему углу деваться некуда, он соответственный при параллельных и секущих, они равны. Итак, все треугольники подобны. Поняли? Все прямоугольные треугольники вот с этим углом подобны. То есть, их стороны пропорциональны, сходственные стороны пропорциональны. И значит, где-то здесь во множестве этих треугольников есть треугольник, если это угол альфа, с катетами корень из 2 и 4. Они где-то есть. Например, пусть это будет вот этот, корень из 2 на 4. Поняли? Значит, мы можем у него найти гипотенузу. Сумма квадратов катетов 16 плюс 2, корень из 18. Это 3 корни из 2. Так? Вот эта гипотенуза, 3 корни из 2. А где-то есть треугольник с этим же углом, с гипотенузой 5. С гипотенузой 5. Пусть это будет вот этот. У него вот эта гипотенуза 5. А это треугольники подобные. Значит, их сходственные стороны пропорциональны. Стало быть, 5 относится, вот эта гипотенуза относится к этой гипотенузе. Как этот катет к этому. Пусть это будет x. x на корень из 2. Отсюда x равен чему? Перемножаем крест-накрест. Да? И делим вот на этот множители. 5 корней из 2 делим на 3 корни из 2. Равняется 5 третьих. Так? Корни сократили. Ну, можно вот здесь было сразу домножить на корень из 2. И правую, и левую части. У нас остается x равен 5 третьих. Верно? Итак, вот этот катет 5 третьих. Можем найти теперь синус. Синус противолежащего угла. Убираю вот этот промежуточный треугольник. Синус противолежащего угла. Ловим по отношению противолежащего катета к гипотенузе. Да? А можно было найти этот синус? И еще вот в маленьком треугольнике сразу. Смотрите. Мы посчитали его гипотенузу. И сразу находим синус. Да и все. Здесь мы нашли катет противолежащий. То есть высоту в нашей задаче. Она равна 5 третьим. Можем найти синус из большого треугольника. 5 третьих разделить на 5. А можем здесь. Противолежащий катет корень из 2. Синус альфа равен. Корень из 2 делим на 3 корня из 2. Равно 1 третья. Синус равен 1 третьей. Итак, в этой задаче важно умение. Из прямоугольного треугольника по тангенсу и гипотенузе. Ну а стало быть, наверное, и по синусу, и по косинусу. Да? Можно находить все остальные элементы. Верно? Ну и находим площадь. Давайте вот по этой формуле найдем. Так, 12 умножить, сколько у нас получилось противолежащий катет? 5 третьих. Ну это и есть высота. 5 третьих, 20. 3 и 12 сократили. 4, 5 и 4, 20. Здесь. А, Б. 5 на 12. Две стороны параллелограмма. И на синус. А синус мы посчитали 1 третья. 3 и 12 сокращаем. 4, 5 и 4, 20. Вот такая штука. Стало быть, тригонометрической формулой восьмиклассник-девятиклассник не владеет, но он может находить синусы и косинусы по тангенсу. Итак, тангенс у нас, корень из 2 на 4. Что мы делаем? Рисуем прямоугольный треугольник. Это корень из 2, это 4. Находим гипотенузу. Ну в данном случае 3 корня из 2. Все, пожалуйста. Мы находим, все стороны известны, мы находим синус отношения противолежащего к гипотенузе. Если косинус, прилежащий на гипотенузу. И так далее. Это для этого угла синус и косинус находим. И все. А вот если надо сторону найти, то тогда нам понадобится... Вот смотрите, чтобы найти синус и косинус, нам ничего не надо. Стало быть, у нас в голове должно быть, если есть значение синуса, косинуса, тангенса какого-либо угла или катангенса, да, то значит нам известно и все остальное. Верно? Вот из этого треугольничка все находим. А вот чтобы найти хоть одну сторону, нам нужно значение... Вернее, чтобы найти все остальные стороны, нам нужно значение хотя бы одной стороны реальной. И тогда мы ее найдем через вот это вот такое подобие. Ну ладно, пишите замечания. Еще бывает, таким образом находят. Вот смотрите, тангенс угла это отношение противолежащего-прилежащего катета. А к Б, допустим, так? Он у нас равен корень из двух на четыре. А реальные А и Б, это как корень из двух умножимое на какое-то число х. Понимаете? Вот реальный А, в связи с тем, что вот тут исходить из этого, что треугольники подобные, это х на корень из двух. Или х деленное на х на четыре. Понимаете? И тогда... Ну, это очень похоже вот на наш. Вот наш реальный треугольник. У него один катет х корней из двух, другой 4х. Находим гипотенузу. Так? Она будет 3 корни из двух на х. Нашли гипотенузу. Находим отношения. Находим синус, косинус. Иксы сократятся, и там получится хорошее нормальное значение. И, а так как у нас наша гипотенуза 5, 3 корни из двух на х равно 5, то мы можем найти вот это число х. х равно 5, деленное на 3 корни из двух. Вот оно чему равно. Значит, мы теперь этот х, вот мы его берем и умножаем на корень из двух. Корень из двух сократится, получим вон там 5 третьих. А если эта сторона будет нужна, то мы получим и ее. Тут надо посчитать. И все. 4 деленное... Ну, можно посчитать, да? Если надо. Хотя не знаю, зачем. 5 на 4 на 3 корни из двух. 4 это корень из двух на корень из двух на корень из двух на корень из двух. 4 множителя корень из двух. Один из них сократится. Там будет 3 множителя по корню из двух. Корень на корень это будет 2. 10 деленной на 3 корней из 2. Это вот эта нижняя сторона. Что вам ближе? Пишите. Всем большой математический привет. Да, вот такое бывает. Вроде бы простенькая задача, но вот тангенс. И надо перейти либо к синусу, либо высоту найти. Вот возня. Думайте. Может быть кто-то предложит еще что-то. Всем большой математический привет. Пока.